Министерство юстиции и имущественных отношений в структуре правительства появилось сравнительно недавно. Какие функции и полномочия остались у Министерства юстиции от прежнего ведомства и что добавилось после объединения с госком имуществом? Действительно, среди органов исполнительной власти мы уже, наверное, привыкли, на протяжении ряда лет существовали два ведомства. Это Министерство юстиции как самостоятельный орган исполнительной власти и Министерство имущественных и земельных отношений, некоторое время которое выполняло функции комитета по имущественным и земельным отношениям Чувашской республики. Однако мы все живем в Единой Чувашии. У нас Кабинет министров выполняет в целом задачи, которые направлены на реализацию политики Чувашской республики. В целом было принято решение в рамках 142 указа главы Чувашской республики, скажу простым языком, право и собственность объединить. Потому что вопросы собственности без права в нынешних реальных условиях времени очень сложно и, думаю, даже это неправильно реализовать. Поэтому сегодня было... И право нужно к чему-то применять. И право нужно применять. И мы считаем, что именно вот в таком ракурсе, именно с точки зрения объединения этих двух, так скажем, глобальных понятий, было принято решение об объединении этих функций в Единое Министерство, Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской республики. Функции Министерства юстиции и имущественных отношений, они остаются те же, что и были ранее у двух ведомств самостоятельных. Всего 165 функций, я их все перечислять не буду. Это все те функции, которые были в сфере юстиции, все те функции, которые были в сфере имущественных и земельных отношений. И мы хотим углублять вопросы представления государственных интересов. Именно с точки зрения объединения практики правоприменения и самой теории, как говорится, создания, написания нормотворчества, наша задача объединить для того, чтобы закон и практика правоприменения были в зеркальном отражении друг от друга. Реально существующая, повторяюсь, практика легла в основу написания законов. Наталья Юрьевна, на некоторых функциях мне бы хотелось остановиться все-таки поподробнее. Вот одно из важнейших направлений работы Министерства – это организация юридической помощи населению. Насколько юридическая помощь доступна людям в нашей республике? Все-таки это ведь одно из самых таких очень сложных явлений. Да, вопросы правового характера, они возникают в нашей жизни практически у каждого и постоянно. Сегодня нужно быть действительно юридически подкованным, несмотря на то, что ты имеешь это образование или не имеешь. Законы очень часто меняются, но нужно в условиях современного мира знать и оперировать по знаниям, им, по крайней мере, куда обратиться для того, чтобы этими законами, этими нормативными правовыми актами своевременно воспользоваться. Вот с точки зрения правовой помощи гражданам нашим, это вообще в целом в Российской Федерации реализуется проект уже, когда были предоставлены субъектам Российской Федерации полномочия по предоставлению организации, предоставлению бесплатной юридической помощи нуждающимся категориям гражданам. Вот в конце 2011 года на уровне Федерации были соответствующие полномочия субъектам предоставлены, и уже в 2012 году в республике был принят соответствующий закон о предоставлении бесплатной юрпомощи нашим категориям граждан. Мы, соответственно, данный закон приняли и расширили круг получателей этой помощи. Если в Федерации предоставлено 27 категориям граждан, то у нас в республике эти категории расширили до 33 категорий. То есть мы рассмотрели, посчитали, что многодетным семьям тоже такая помощь нужна, в тех случаях, в которых федеральный закон нам предоставляет право предоставлять им бесплатную эту юрпомощь. Посчитали, что лицам, которые освобождены из мест лишения свободы в течение трех месяцев вот этот срок установили, тоже такая помощь может быть понадобится. И поэтому эту помощь сегодня оказывается для граждан бесплатно, но она оказывается за счет республиканского бюджета Чувашской республики. То есть организована целая система. Это в основном адвокатами. В рамках нотариальных действий нотариусами оказывается бесплатная юрпомощь. На территории республики действуют юрклиники при наших вузах, ведущих ЧГУ, Кооперативном институте, когда эта помощь оказывается студентами-предвыпускниками под руководством их преподавателей, грамотных специалистов, которые имеют юрпрактику. О каких видах юридической помощи идет речь, которые входят в перечень бесплатных? Вот знаете, все виды перечислить невозможно, они четко прописаны законом. Хочется сказать, что вот эти случаи оказания бесплатной юрпомощи, это в основном сделки с недвижимостью, сделки на признание права на жилое помещение, ну вот такие вот связанные именно с собственностью. Хочется сразу сказать, пользуясь случаем и обращаясь к зрителям, что сегодня в районах, вот мы хотим эту услугу сделать более доступной для наших граждан, проживающих в районах. Мы сегодня столкнулись с аналитикой, вот уже почти пять лет эту услугу оказываем. Все-таки в большинстве город Чебокца, ну наши города пользуются граждане наших городов, проживающих на территории республики. А в районах доступность этой услуги, мы полагаем, нужно увеличивать. На сегодняшний день ставим для себя такую задачу. И поэтому планируем выйти законодательно с инициативой о том, чтобы в районах эту услугу, получение письменных устных консультаций, как минимум, также через органы соцзащиты получали наши граждане. Потому что в основном это вопросы именно представления мер соцподдержки. И в рамках этого планируем именно предоставить полномочия соответственно органам соцзащиты в районах, а уже непосредственно представление интересов в судах, это уже будут также адвокаты, которые сегодня, перечень адвокатов, которые эту услугу оказывают, есть на сайте нашем, сайте Минюста, на сайте адвокатской палаты. То есть можно выбирать самим гражданам этих адвокатов, заключать с ними договора и потом уже к нам обращаться, для того, чтобы мы производили оплату в установленном порядке. Телефоны вот у нас те же, по которым вопросам нужно обращаться, это 62-33-53, телефон Минюста, по вопросам бесплатной юрпомощи у нас закреплено ответственное лицо на сайте, оно есть. Можно обращаться по всем интересующим вопросам, и также есть телефон горячей линии адвокатской палаты. Органы ЗАГС. Насколько сейчас увеличилась нагрузка на них? И если да, то с чем это связано? Все акты записей составляются у нас сегодня органами ЗАГСа. Очень многое выстроено для того, чтобы сделать эту услугу более комфортной для наших граждан. Сегодня все услуги органов ЗАГСа, это от рождения до смерти, осуществляются у нас в электронном виде, через единый портал государственных муниципальных услуг и через портал государственных услуг. Сегодня для подачи этого заявления необязательно идти непосредственно в ЗАГС. Этой услугой можно воспользоваться в электронном виде. И хочется сразу отметить с благодарностью и к нашим телезрителям, что эта услуга в электронном виде востребована. Что касается самой тенденции и показателям республики по направлению рождаемости, смерти, регистрации брака, разводов, хочется сказать, что показатель республики по расторжению браков сегодня, он показатель на других субъектов, по количеству наименьшему разводов на одну тысячу населения. Если брать, мы по России занимаем восьмое место по количеству наименьшего развода, а в ПФО мы второе место после Мордовии, по наименьшему количеству разводов. Меньше, чем у нас, только в Мордовии. Да, да, по количеству разводов. Если сравнивать со своими собственными показателями, то есть у нас сейчас количество разводов действительно уменьшилось по сравнению, например, с предыдущими годами? Если сравнивать с прошлым годом, то, к сожалению, тенденция сегодня идет незначительно на увеличение на 2%. Вот в цифрах не буду говорить, потому что цифры примерно одинаковые. Это около 6 тысяч регистрации браков и около 3 тысяч разводов регистрируем. Но, тем не менее, по другим субъектам это показатель. Мы уже не первый год держимся, как говорится, показываем себя, что мы не сторонники расторжения браков. Тенденция времени, вы сами знаете, сегодня есть такое понятие, как гражданский брак. Люди, наверное, своевременно подходят к тому, что какое-то время проживают в гражданском браке, потом брак регистрируют. Это право, конечно, но такого юридического понятия, как гражданский брак, нет. Это, так скажем, наше, так названное в простонарудии, грубо говоря, понятие. Юридически мы не приветствуем, скажу сразу, такого понятия де юра ни семейным, ни гражданским, никаким иным законодательством не предусмотрено. Но право за нашей молодежи такого выбора остается. Больше того, если вспомнить историю, то можно выяснить, что гражданским браком назывался брак, не освященный в церкви, но совершенно официально заключенный в органах тогдашних органах власти, городской власти. От госком имущества введения министерства перешли и вопросы управления республиканской собственностью, о чем вы, собственно говоря, и сказали. Вот что сейчас наиболее актуально в этой сфере? Главой республики Михаил Васильевичем Игнатьевым были поставлены задачи глобальные в этом направлении. Это и вопросы учета имущества, это вопросы наведения порядков земельных правоотношений, это логичная, последовательная политика в сфере приватизации государственного имущества и многие другие вопросы. И, соответственно, на протяжении ряда лет уже проделана глобальная работа, которая говорит о том, что у нас в сфере управления государственным и муниципальным имуществом выстроена истроенная политика, которая говорит исключительно о том, что эти процессы сегодня открыты, прозрачны и доступны. На сфере имущества республики мы эту работу выстроили уже настолько гармонично. Я считаю, что сегодня все имущество республиканское, оно у нас в общей базе доступно для любого гражданина, для любого представителя юридического лица. Можно воспользоваться теми сведениями, они у нас в едином информационном ресурсе есть. Мы на этом ресурсе не останавливались, мы его на протяжении ряда лет развиваем. Если в 2011 году мы создали эту базу, дополнили, тогда провели народную инвентаризацию, напомню, проинвентаризировали эту землю, которая свободна и не востребована была, мы ее включили в ресурс, осваиваем этот ресурс уже на протяжении ряда лет, как под жилищное строительство, как под инвестиционные площадки, то в 2016 году не остановились на этом, дополнили ресурс уже объектами недвижимого имущества, оксами, так скажем. Сегодня оксы у нас уже осваиваются нашими жителями и не только жителями Чувашской республики. И когда вопросы освоения обсуждались на уровне различных субъектов Российской Федерации, вот опыт Чувашской республики был воспринят для того, чтобы вот этот вот пилот опробировать и на других субъектов, и для того, чтобы в дальнейшем создать уже единую базу на уровне Российской Федерации касательно имущества всех субъектов Российской Федерации. Вот это только лишь пример той работы, которую мы на протяжении ряда лет уже осуществляли. Сегодня мы столкнулись с тем, что федеральное законодательство летом текущего года, оно было изменено и дополнено в ряде направлений, в частности в сфере актуализации государственного имущества. Если раньше у нас был единый закон, 135-й, для актуализации как государственного имущества, так и частного, применялись понятия рыночной оценки имущества, и в рамках этих же требований проводилась массовая государственная оценка, то сегодня федеральный законодатель предоставляет субъектам Российской Федерации право проводить актуализацию в рамках специального закона. Принят федеральный закон 237-й, который применяет понятие государственная массовая оценка. Действительно это важно. И соответственно мы в республике для реализации этого закона уже, хочется отметить, одни из первых, приняли решение о создании бюджетного учреждения, которое будет эти функции в республике реализовывать. Чуваш-техинвентаризация. Чуваш-техинвентаризация, она у нас как и располагалась, раньше мы ее не создаем с нуля, мы на базе существующего ранее акционерного общества создали это бюджетное учреждение. Располагается оно у нас в городе Чебокцары, улица Бабушкина, 8, в том же месте, они и будут располагаться, но раньше у них этих функций не было. В свете того, что я вот уже описала, у них будет поставлена задача провести максимально достоверную оценку кадастровую. Вот мы думаем, что так как законом там введены специальные нормы, раньше не было, допустим, подготовительного этапа массовой оценки, то теперь это требование вводится, и мы думаем, что как раз согласно наших анализов мы будем начинать эту работу с массовой государственной оценки объектов ОКСов наших. Последний раз ОКСы мы оценивали в республике, это были полномочия еще федеральные, Росреестр федеральный оценивал в 2012 году. Конечно же, нужно это уже проводить переоценку, и вот бюджетное учреждение, думаю, что свыше 800 тысяч объектов предварительная оценка, к этой оценке подойдет грамотно. Проведет эту оценку таким образом, с участием общественности, с участием всех заинтересованных в министерстве ведомств, чтобы минимизировать количество споров и вообще возникающих прецедентов по оспариванию. Конечно, все это к тому, чтобы потом наша государственная массовая оценка, она была максимально приближена к действительности, и споров, как я уже сказала, минимизировать. Другое направление Чуваштехинвентаризации, которой она уже сегодня занимается, и тоже в связи с тем, что был изменен федеральный закон, это учетно-техническая документация. Если раньше, уважаемые зрители, вы обращались за учетно-технической документацией, это оценочные документации, технические паспорта, в муниципальные БТИ по вашему месту жительства, то сегодня эта документация передана по федеральному закону на уровень субъекта. И субъект для реализации этих полномочий эту документацию сегодня аккумулировал в этом бюджетном учреждении. Для того, чтобы получить эту документацию, нужно теперь обращаться не в ваши муниципальные БТИ, а в Чуваштехинвентаризацию. Телефон 5307 Чуваштехинвентаризации. И, соответственно, за выдачей этой документации организована возможность обращения как устно, так письменно, путем электронного обращения. И мы внедряем и хотим с начала года полностью внедрить через МФЦ, для того, чтобы было более доступно для наших граждан. Конечно, мы понимаем, что сегодня не очень комфортно будет гражданину из района обращаться за получением этой документации ехать в город Чебокцары. Поэтому сегодня соглашения такие уже заключаются. Город Чебокцары, город Новочебокцарском МФЦ заключили такие соглашения. Батревский район, город Алатарь заключили такие соглашения. Поэтому и работу мы в этом ракурсе полонируем продолжить, чтобы с 1 января уже услуга через МФЦ тоже была доступна для любого гражданина Чувашской республики. Татьяна Юрьевна, вот сейчас активно обсуждается вопрос введения налога на имущество физических лиц, исходя из его кадастровой стоимости. Как у нас в республике обстоят дела с этим налогом? Вы знаете, хочется проинформировать, что я думаю, что многие уже знают, потому что не первый год этот вопрос задают. Действительно, такое право субъектам предоставлено с 2014 года. Мы в республике такой налог в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не вводили с 2014 года. Хотя работу по инвентаризации самих объектов, которые используются под торговлю, под офисы, под офисные помещения, мы проводили. Проводили на протяжении двух лет. То есть мы анализировали, насколько действительно, какие площади, под что используются. И сегодня выясняется такая ситуация, что закон у нас в Чувашской республике о налоге на имущество, он у нас принят в 2015 году. Но он сегодня у нас действует на физических лиц. Вот я, допустим, или, например, любого гражданина, имея в собственности жилое помещение, я плачу налог. А если я использую его в коммерческой деятельности, для предпринимательства, я от налог не плачу. Вы считаете это справедливо? Мы приходим к тому выводу, что сегодня все-таки не зря нам предоставлено это право с субъектом, я имею в виду, и что практически все субъекты Российской Федерации в Приволжском федеральном округе тоже воспользовались правом на введение этого налога. Такой налог введен. Вот мы подходим к тому, что планируем в 2017 году тоже вводить этот налог, но вводить его ступенчато. Если у нас предоставлено право ввести налог в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей, мы планируем эту работу начать с индивидуальных предпринимателей. Если говорить о той работе, которую на протяжении двух лет уже проводили, мы инвентаризировали порядка чуть больше четырех тысяч объектов, которые подпадают под те категории, как торговля, офисы и так далее, законно предписанные. Сегодня, если этот налог вводить, а мы уполномоченный орган, который будет утверждать этот перечень и размещать его на сайте, сегодня скажу к сведению, что у нас такой проект приказа уже на сайте висит. Любой желающий может ознакомиться и свои вопросы задать. У нас там уже баннер специально для этого созданный, на сайте Минюста он есть. Назначены ответственные лица, которые будут принимать ваше обращение. Сегодня достаточно будет вот этот приказ обнародовать, подписать и зарегистрировать как нормативный правовой акт. После этого мы его планируем распространить на правоотношения с 17-го года, с 1 января. Уже это будет толчок для того, чтобы федеральным органам, органам исполнительной власти Чувашской республики, уполномоченным налоговые и так далее. Этот налог взимать с наших, в том числе, индивидуальных предпринимателей, которые, повторяюсь, используют, либо могут использовать, не все сегодня используют, но могут использовать свою коммерческую недвижимость в предпринимательских целях. Хочу сразу сказать, что в любом случае важным, вы всегда знаете, мы говорили неоднократно, и не буду, конечно, повторяться, но сегодня наполняемость бюджета имеет большое значение. Вот касательно этой работы, это не вопрос о наполнении республиканского бюджета. Это возможность нашим муниципальным бюджетам получить соответствующие доходы, потому что это местный налог. Ну что ж, спасибо вам большое. Я, к сожалению, не смогла задать все интересующие нас и телезрителей вопросы. Слишком много полномочий у Министерства юстиции и имущественных отношений, но я думаю, что мы еще не раз с вами встретимся в нашем эфире. Пока. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин